Этот мужчина до сих пор не может прийти в себя после случившегося. Впервые за 40 лет водительского стажа он на своей копейке попал в аварию. Все произошло, когда пенсионер возвращался домой из огорода. Говорит, скорость была 60 км в час. Пешеход появился на дороге неожиданно. Увидел слева тень, затормозил и взял вправо, но уже опоздал. Произошел удар. Я в шоке. Ничего не вижу. Стекло стало невидимым. Я, держа руль, мертвого, проехал еще примерно, довольно долго проехал я. Проехав несколько метров, мужчина остановился, вышел из машины. На месте аварии уже стояли очевидцы ДТП. Около дороги в бессознательном состоянии лежал мужчина. Вышла женщина и вышел мужчина. Что-то они со мной говорили, но я совершенно был отключен в этот момент. Вот, только единственное, что она, вижу, что она с телефоном. Я говорю, пожалуйста, скорее вызовите скорую и ГАИ позвоните, в милицию позвоните, куда угодно. Но скорую в первую очередь вызовите, потому что я тень-то видел человека. В тяжелом состоянии пострадавший был доставлен в больницу. Через два часа от полученных травм 32-летний мужчина скончался. По словам инспекторов ГИБДД, пешеход шел прямо по проезжей части в попутном направлении. А это грубое нарушение правил дорожного движения. Пешеход должен двигаться за городом навстречу движению, навстречу потоку. Для чего это делается? Чтобы сам пешеход видел приближающие транспортные средства и мог как-то срегулировать то, что, когда, допустим, автомашина у нас останавливается, и пешеход увидит, что машина останавливается, он может отойти в сторону. Еще одно серьезное ДТП произошло сегодня утром. Лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. 35-летний водитель Деу Нексия выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Тойотой Камри. Благо, никто серьезно не пострадал. Инспекторы ГИБДД убедительно просят водителей в ближайшее время переобуть свой автомобиль и превышать скоростной режим. Продолжение следует...